И нынешней ночью и завтра весь день на сочинских пляжах будет организовано дежурство спасателей для безопасного проведения крещенских купаний. Но основной темой совещания, конечно же, стала подготовка пляжных зон к активному курортному сезону, поскольку летом гостям Сочи в большей степени нужно море, комфортный отдых у моря. И как раз арендаторы пляжей должны об этом позаботиться. Это большая работа связана с обучением спасателей, с подбором персонала, медработников, заключением договоров с охранными фирмами, потому что это требование для арендаторов, чтобы обязательно был ЧОП, который охраняет пляжную территорию, круглосуточно должен охранять, смотреть, чтобы не было людей, которые ночью могли купаться. С арендаторов требуют, чтобы были бесплатные туалеты и сейфы для личных вещей. Кроме того, как раз в зимний период необходимо продолжить работу по отсыпке пляжей. Алина Сапина, арендатор пляжа Фазотрон, вот уже четвертый год работает в этом бизнесе. Говорит, так хочется достичь европейского уровня обслуживания отдыхающих. И, по сути, если есть такое желание, результата добиться несложно. Мы подготовили эскизные проекты. Сейчас готовимся к реконструкции павильонов, также санитарных зон. Будем улучшать сервис. Много туристов и в декабре, в январе при хорошей погоде идут подышать свежим морским воздухом. Почему бы и в межсезонье не организовать для них более комфортное посещение пляжей, вплоть до проведения там интересных зрелищных мероприятий. Одним словом, творческий подход к работе пляжных территорий в администрации города только приветствуется, отметил заместитель главы города Олег Ясюк. Он также рассказал, что теперь за каждым сотрудником администрации закреплен пляж. До массового заезда туристов чиновники будут контролировать их подготовку. Если арендаторы не будут укладываться в сроки, то договоры будут расторгнуты. И такие случаи в прошлом году были. Где-то 20-25% пляжных зон остались без управления в силу ряда нарушений. Сейчас благодаря объявленному конкурсу будут выбраны новые арендаторы для свободных пляжей, а их в городе около 180.